Всем доброго дня! Сейчас хотим показать на примере автомобиля ГЛЦ мультимедийную развлекательную систему Эвертач 4.0 которая сегодняшнего дня получила ряд обновлений и полезных опций Заводим автомобиль Штатная картинка Переключаемся в режим Эвертач 4.0 Сейчас у нас при загрузке есть логотип Мерседес Для автомобиля Мерседес он соответственно Мерседес Для других автомобилей любой другой логотип Но начнем сейчас немножечко не с этого Киберлинк, это видеоинтерфейс, который обеспечивает вывод Оригинальной картинки с дополнительных источников на оригинальный монитор Тоже получил ряд обновлений Теперь можно переключать режимы с удобной кнопкой Либо кнопка около джойстика, либо кнопка на руле Кому как удобнее То есть это реализовано специально для удобства использования Кому удобнее на руле Кому удобнее возле джойстика Итак Перед непосредственно презентацией возможностей Обновленной РТА 4.0 Хотелось бы остановиться на Возможностях Киберлинка, который тоже получил обновление Сейчас камера заднего вида максимально Вернее стопроцентно работает как оригинал То есть как это происходит Включаем заднюю передачу Соответственно получаем интеллектуальную парковку И отображение датчиков Это было уже у нас давно Но сейчас при включении передней передачи Мы в течение 5-7 секунд видим при движении вперед Изображение с камеры заднего вида То есть 100% как работает в оригинале Задняя передача Паркуемся Включаем драйв Видим картинку с задней камеры В течение 5-7 секунд Переходим в режим РТА 4.0 Видим новый рабочий стол Новый user interface Соответственно в наших традициях Три навигационные программы Яндекс.Навигатор с голосовым набором Последняя передача Сити Гидс С лицензиями Две столицы Санкт-Петербург и Москва И Navitel в Сараси Из самого нового Система получила обновление Включая наличие функции Mirroring То есть эта опция встроена Это оборудование встроено В сам навигационный блок Который, соответственно, позволит Коннектить по беспроводной связи Ваш смартфон с оригинальной системой То есть вы можете просматривать видео Прослушать музыку Которая находится на вашем смартфоне Далее Система получила два линейных выхода На задний монитор Если таковые устанавливают То есть при нажатии вот этой кнопки Все изображение Показанное на центральном мониторе Будет автоматически на задних мониторах Это Очень удобная, полезная Вещь, которая может всегда пригодиться Далее Соответственно, все приложения Которые на сегодняшний момент Закачаны в систему Которые можно пользоваться Нижняя панель управления Звук И так далее Ну, способность работы Яндекса Скорость не уменьшилась То есть Оп Возможность Использовать Яндекс С голосовым набором С Прочими Другими Возможностями Все очень быстро работает Никаких подвисаний Высокое быстрое действие Сейчас Находимся, к сожалению В помещении Как работать с Тегид Не получится посмотреть Потому что Нет сигнала GPS Но В этом ключе ничего не изменилось Также все очень быстро Максимальная реакция И Можно всем этим пользоваться Теперь Хотелось бы Уточнить Что В комплекте С AirTash 4.0 Нового поколения Так и старого поколения Всегда идет Разблокированный Разглоченный 4G Wi-Fi роутер Который С логотипом Мегафон Но в нем Можно использовать Любую сим-карту Любого оператора Напоминаю Что для Правильной работоспособности Системы Необходимо Наличие интернета В автомобиле То есть Wi-Fi роутер Должен всегда быть включен И И тогда Можно будет Пользоваться Системой В полномобиле Теперь Как многие уже знают В современных Мерседесах Есть проблема С физическим Отсутствием Аукса В автомобиле Соответственно В данном автомобиле Мы реализовали Наш Bluetooth Генератор Который Позволяет Вывести Звук Из штатной Вернее Из системы RT4.0 Либо Любой другой ТВ-тюнера Либо DVD-плеера Еще каких-нибудь Девайсов Соответственно В штатную систему Для того Чтобы получить Звук Из штатной Системы Необходимо Вернуться В штатную Систему Нажать Кнопку Носителя И подцепиться Подключиться К Блютузу Оригинальному Просто Нажать Поиск И Система Должна найти Наш девайс Наш Bluetooth Генератор После активации Которого Будет Звук Из штатной Системы Все Функция Активирована Соответственно Переходим В режим RT4.0 К примеру Берем YouTube Берем Любой Первый Попавшийся Ролик Работоспособность И Уже Мы Слышим Звук Из штатной Системы Прибавляем Его Посредственно По Существу Оригинальной Кнопки И Слышаем Звук Вот В таком Систем Так И С Любого Другого Приложения Вот То есть К примеру Установив Здесь Приложение Онлайн ТВ Которое Можно Скачать Из Play Market Которое Открыт Для вас И Слушать И Смотреть Цифровое Телевидение И Наслаждаться Звуком Штатной Системы Вот Это все Что мы хотели На сегодня День Рассказать Всем большое Спасибо